Hello, guys! It's me, Елена Олеговна, and today we are starting a new topic. It is called outdoor activities. Занятия на свежем воздухе. Занятия на улице. Чем же мы можем заниматься на свежем воздухе? Давайте посмотрим на слова. Некоторые из них вам покажутся знакомыми, некоторые могут быть новыми. Слушаем и повторяем. Fish. To fish. Ловить рыбу. Занятие рыбалка будет fishing. Fishing. To sunbathe. To sunbathe. Вы знаете слово bath, ванная? Bathe. To bathe. Купаться. Слово sun. Солнышко. To sunbathe. Купаться в солнышке. То есть загорать. To sunbathe. Загорать. Как процесс это занятие, мы можем назвать sunbathing. Sunbathing. Swim. Плавать. Плавать. To swim. Плавать. Занятие плаванье будет swimming. Swimming. To ski. Кататься на лыжах. To ski. Как будет занятие? Правильно. Skiing. С окончанием ing. Skiing. Катание на лыжах. Skiing. To play football. Играть в футбол. Как будет занятие, игра в футбол? Абсолютно верно. Playing football. Playing football. To camp. To camp. Разбивать лагерь в лесу. Ставить палатки. To camp. Как же будет занятие, идти в поход? Кемпинг. Абсолютно верно. Кемпинг. Ваша задача будет посмотреть на эти слова и решить, в какую погоду, чем можно заниматься. Смотрите, какая здесь дана погода. Hot. Warm. Cold. Snowy. Rainy. Например. We usually go swimming when it is hot. Мы обычно занимаемся плаванием, когда жарко. We usually go swimming when it is hot. Продолжите, пожалуйста, обо всех данных вам занятиях. Запомните, когда вы хотите рассказать, что вы занимаетесь каким-то видом спорта или активным занятием, при этом его название заканчивается на ing, тогда мы обязательно говорим глагол go. Go boating. Go canoeing. Go sailing. Go swimming. Go camping. Go fishing. Go gathering mushrooms. Go skating. Go fishing. Go fishing.